Добрый вечер, я Ирина Кузнецова. Я Антон Моцкус. Три недели до весны и совсем скоро потеплеет и водители начнут жаловаться на состояние городских дорог. Это бесконечная история. Дороги ремонтируются ежегодно, однако автовладельцы то и дело разбивают подвески на городских трассах. При этом деньги на ремонт выделяются колоссальные. На официальном сайте администрации города указаны суммы на ремонт дорожной сети на 2014-2016 годы. 213 миллионов рублей на капитальный ремонт и 208 миллионов рублей на ремонт текущих. А в Крае ремонт дорог исчисляется и вовсе миллиардами. Конкретно в этом году города Края получат на ремонт дорог 3 миллиарда рублей. Конечно, это общая сумма и каждому району достанется только часть. Для сравнения, на эти же цели в 2013-м выделялся 1 миллиард 900 миллионов. Откуда эти деньги, спросите вы? Существует государственная программа развития транспортной системы. В свою очередь в ней есть подпрограмма дороги Красноярья. Более 1 миллиарда рублей направлено на ремонт дорог муниципалитетов, а на содержание дорог предусмотрено полтора миллиарда. Также в 2015-м вновь запланирован ремонт садоводческих дорог. 30 миллионов рублей были потрачены на подъезды к садоводческим участкам в Емельяновском, Манском, Кежемском районах и города Железногорска. Согласно поручению губернатора Виктора Толоконского, 70 миллионов рублей получит город Минусинск на ремонтные работы для городского моста. Однако нас, конечно, интересуют дороги в городе Красноярске. Наш корреспондент Оксана Плотникова попыталась сама составить карту бездорожья Красноярска. На Качинской водители выезжают на полосу встречного движения, чтобы объехать перекопанный и неазасфальтированный участок. На недавних фотографиях с улицы Весны из-за похожей насыпи на дороге произошло ДТП. Одному из водителей пришлось резко тормозить. И в такую ситуацию может попасть любой водитель на красноярских дорогах. Качество дорожного покрытия на всех автомагистралях города далеко не идеальное. Итак, карта бездорожья нашего города, по мнению автовладельцев, выглядит примерно следующим образом. Коммунальный мост практически весь в заплатках и в ямах. При съезде с моста Три Семерки в районе бывшего поста ДПС зияет яма. Мост через Качу по улице Перенсона, на наш взгляд, тоже нуждается в ремонте. На въезде и съезде есть выбоины, осложняющие движения автомобилей. В микрорайоне Покровский, в районе перекрестка Мужества-Чернышевского, дорога в Покровску заканчивается и начинается гравийка, щедро сдобренная ямами и ухабами. На улице Обороны, вдоль цветочных магазинов, дорога и вовсе напоминает стиральную доску. На правом берегу карту бездорожья пополнили перекресток на Красноярском рабочем в районе нефтебазы. Участок дороги на 60 лет октября в районе монтажного колледжа. Из-за рельсов они приподняты и скользят во время гололедицы. Машину может и навстречку вынести. Также добавим, что практически на всех основных магистралях города есть колея. ГИБДД полностью подтверждает. Плохие дороги и аварии связаны напрямую. Некачественное дорожное полотно вынуждает водителей к резкому торможению, приводит к несоблюдению дистанции. Они-то и становятся основными причинами ДТП. К решению проблемы по устранению ям на дорогах, Госавтоинспекция осуществляет в рамках ежедневного надзора. Специалисты ГИБДД, выявляя подобные факты, в том числе и ямы, выдают владельцу дороги соответствующие предписания. В целом, качество автомагистрали в городе сотрудники дорожной полиции оценивают, цитата, как некритичны. В департаменте городского хозяйства говорят, в минувшем году к ремонту дорог подошли иначе, чем раньше. Основная часть выделенных денег потрачена была на ремонт. И за счет этого удалось отремонтировать больше объектов. Что касается наступившего года, то список ремонтируемых дорог еще формируется. Если разговаривать на тему относительно ямочного ремонта, то, опять же, повторюсь, что объекты будут набираться в течение года. На сегодняшний день сформирован перечень. Скажу о том, что это ямы достаточно локальные выбоины, то есть требующие локального ямочного ремонта. Если говорить об объектах более крупных, то это, конечно, продолжение работы по направлению в микрорайон Солнечный, ремонт трамвайных путей, ну и, соответственно, ремонт мостового перехода через реку Кача. Добавим, что горожане могут тоже поучаствовать в формировании этого списка. Отправить заявку на ремонт дороги можете и вы. Для этого достаточно позвонить в службу 205 и зайти на сайт НашКрасноярск.РФ. Спасибо, Оксана. У нас в студии уже гость Сергей Напольский, заместитель председателя Краевого общества по защите прав автовладельцев. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Подскажите, если человек попадает в аварию из-за плохих дорог, как это можно доказать? Доказать можно очень легко. Нужно сначала разделить, что значит плохая дорога. Яма там огромная какая-то. Это как вариант. Первое, это ямы выбоины, которые возникли вследствие эксплуатации, либо второе, это ямы выбоины, которые возникают вследствие ремонта, то есть во время ремонта. Если во время ремонта здесь, в принципе, все понятно, должны быть ограничительные знаки, ограничения введены для того, чтобы автомобилисты не попадали в эти ямы. Если все-таки такое произошло, была нарушена организация дорожного движения, будет отвечать организация, которая занимается ремонтом указанной дороги. Если все-таки автомобилист попадает в яму, которая образовалась вследствие эксплуатации ее, здесь все немножко сложнее. Во-первых, яма должна, скажем так, не подпадать под действие ГОСТа. ГОСТ у нас устанавливает следующее. Это длина ямы 60, ширина 15 сантиметров, и глубина не более 5 сантиметров. Если яма не, скажем, больше указанных размеров, то, соответственно, налицо нарушение требований ГОСТа. В этом случае автомобилисту необходимо будет обращаться уже в суд за защитой своих прав, поскольку в добровольном порядке, к сожалению, ни одна организация, которая обслуживает дорогу, не платит. Это очевидно, да. То есть, грубо говоря, автомобилисту можно иметь в машине линейку, и если вдруг что, измерить глубину яму. 16 на 5. Ну, как правило, здесь нужно, попадая в яму, первое, что нужно, это вызвать обязательно сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать наличие повреждения на проезжей части. Сотрудник ГИБДД обязан измерить яму эту самостоятельно. Обычно на глаз видно, что если яма глубина больше 5 сантиметров, а их большинство у нас в городе, ну, соответственно, она не соответствует ГОСТу, и налицо нарушение. Есть один очень сложный нюанс, скажем так, момент во всем этом. Автомобилист, в соответствии с пунктом 10.1 правил дорожного движения, должен вести транспортное средство со скоростью, позволяющей обеспечивать ему постоянно контроль за движением. Если автомобилист едет и видит, что дорога неровная, имеются знаки, что неровная дорога, и он видит яму, тем не менее на нее наезжает, ну, здесь нужно разбираться, кто виноват. Да, яма есть, но автомобилист сам едет и намеренно, скажем так, в нее заезжает, предполагая и должен предполагать о том, что может наступить негативные последствия. При ДТП есть альтернатива вызову сотрудника ГИБДД, есть аварийные комиссары. Вот в таком случае. Или, подождите, вы уточняющий вопрос, или самостоятельно могу ли я сфотографировать, что произошло, грубо говоря, такой европротокол сама себе составить, и прийти с ним в ГАИ. Нет, к сожалению, такое нельзя сделать, аварийный комиссар может выехать на место ДТП, и желательно это сделать, а комиссар сфотографирует, с мерочной линейкой замеряет, укажет это все, это будет отражено в фотографиях, это будет один из видов дополнительных доказательств, но без ГИБДД обойтись в данном случае будет невозможно. Скажите, пожалуйста, а выяснять, на чем балансе эта дорога, где есть яма, которая не соответствует ГОСТу, предположим, что это виновата та организация, которая обслуживает этот участок, вот так это автовладелец должен выяснять, на кого подавать в суд, или он просто может прийти в суд и сказать, вот на таком-то участке дороги я повредил машину, найдите ответственного. К сожалению, нет, нужно выяснять самому автовладельцу, кто обслуживает. Как правило, ответственность за дорогу несет администрация в лице департамента городского хозяйства, достаточно обратиться туда, они, к сожалению, не совсем быстро, и не совсем всегда отвечают, кто же все-таки несет ответственность за указанную дорогу. В данном случае, как правило, автовладельцы обращаются в СССР к департаменту, департамент, выходя в процесс, говорит о том, что вот договор на обслуживание указанной дороги, ну и, соответственно, выясняется надлежащий ответчик, который привлекается к участию в деле, и, соответственно, дальше происходит разбирательство. То есть это суд подрядчики, подрядчики, которые обслуживают дорогу. Да, то есть департамент обязательно, в обязательном порядке заключает договора на обслуживание. Каждый год это происходит, и, соответственно, эта организация и будет отвечать за... Что в итоге может получить пострадавший? Пострадавший может получить здесь максимум это возмещение от того материального ущерба, который причинен его автомобилю. И, пожалуй, больше ничего, согласно судебной практике. Ну, естественно, расходы связаны с эвакуаторами, расходы на экспертизу и так далее. И все, что было понесено, скажем так. Ну и в том числе споры, к сожалению, эти далеко не самые простые. Естественно, люди несут расходы на юристов, которые в дальнейшем возмещаются с проигравшей стороны в том объеме, в котором... Но это еще надо доказать, что это не ты нарушал правила и ехал быстро и наехал на эту яму. А у вас были такие дела в вашей практике, которые заканчивались благоприятно именно для автовладельцев? Я хочу сказать, что 90% таких дел благоприятно заканчивается для автовладельцев. Потому что, как правило, наезды на яму все водители сознательные, видя, что дорога неровная, ну, не будут ездить по этому яму. Ну, а если все-таки, как правило, наезд происходит в темное время суток, на плохо освещенной улице, ну, и в результате чего причиняется ущерб, то, безусловно, вины автовладельца никакого нет, если он едет по всем правилам дорожного движения. Он не может и не должен предполагать, что на дороге будет иметься... Или после дождя такая яма, как бы там лужа, и непонятно, что там будет. Насколько часто такие случаи возникают? Ведь чаще, наверное, это просто обычный ДТП, где участвуют два автомобиля. К сожалению, это происходит практически на том же уровне, что и дорожно-транспортное происшествие. Просто зачастую автовладельцы, ну, повреждают либо покрышки, либо это диск колеса. Не мешают не связываться, да. Скажем так, значительный ущерб, а вся постудебная процедура занимает достаточно много времени и, к сожалению, финансов тоже. В заключение, ваше личное мнение. Многие говорят, что у нас такие плохие дороги, потому что у нас такой неблагоприятный климат и большие перепады температур. Но при этом кто-то говорит, что, например, в северных странах европейских не менее тяжелый климат, а дороги там нормальные. Как вы считаете, почему у нас дороги без конца ремонтируют, а я меньше не остановят? Мое личное мнение о том, что все-таки здесь связано с некачественным ремонтом дорог. Если бы дороги ремонтировались так, как это должно быть, таких проблем бы не возникало. Ну, в общем, если попадаешь в яму, можно обращаться к вам на прибор, да? Абсолютно верно, даже нужно обращаться. Спасибо большое. На студии был Сергей Напольский, заместитель председателя Краевого общества по защите прав автовладельцев. Это «Вечер в Кубе». Мы продолжаем разговор о ремонте дорог. Ремонт дорог, конечно, это благо, но все-таки это и лишние пробки. Уже точно известно, что в этом году на ремонт закроют Качинский мост. Если кто-то не знает, это участок дороги от кольца на улице Калинина до кольца на улице Брянской. Наша съемочная группа выясняла сегодня у автовладельцев, как они будут преодолевать пробку на этом важном участке дороги. Как вы будете ездить, когда закроют мост через Качу? Я думаю, найдем дороги какие-нибудь. Вроде обещают что-то придумать. Объездные. Есть и объездные дороги, но я думаю, проблем доставит это всем. Я думаю, пробки будут большие. Скажите, ну а как вообще бороться с этими пробками? Дороги делать широкие. Ям поменьше, чтобы было. Ну я там редко очень езжу. Не знаю, будем объезжать, искать объездные пути. Уже, может быть, знаете какие-то объездные пути? Ну, только если через Шахтеров на Брянку подниматься. Больше никак. По объездным? Как по-другому-то? А где эти объездные? Навигатор поможет. А мост через Качу, я даже не знаю, где он находится. Вот этот? Я буду ехать. Как там улица называется? По высотной. По высотной буду ездить. Через Северное шоссе. Там проще? Ну, в городе точно будет тяжело стоять пробка. Поэтому какой-то непродуманный ход. Не так давно в Красноярске появились активисты, которые обводят ямы на дорогах светящейся краской. Наш корреспондент пытался выяснить, помогает ли такой метод водителям и становится ли стыдно чиновникам. Давайте посмотрим. На сколько действуют ваши меры? Ну, в первых, мы боремся за безопасность на дорогах. Тем самым привлекая чиновников к серьезности и актуальности этой проблемы. Также ямы становятся более заметны для автовладельцев, что способствует вовремя отреагировать и объехать ямы. И это актуально очень для новичков. Поэтому, если чиновники не могут нас обезопасить, то мы будем красить эти ямы и будем стараться как-то обезопасить автомобилистов. Что двигало лично вами, когда вы вступили в ряды движений и организовали это движение, собственно? Ну, двигало то, что я как-то сам попал в нелепую ситуацию из-за глубокой ямы. Это было возле торгового центра республика. Мне пришлось менять переднюю подвеску. У меня закнуло колесо. Можно так сказать. Ехал немного, но яма была очень большая. Вот тогда и пришла мысль, почему, живя в Красноярске, в таком красивом и богатом городе, у нас такие плохие дороги. Почему так мало уделяется внимания дорогам, по которым каждый день, час, минуту проезжают сотни тысяч автомобилей? Кто, чем вы занимаетесь? Вот насколько это вообще законно, незаконно? То, что касаемо, законно это или нет, на самом деле нет законности этого действия вообще никакой. Нас, если за то, что, ну, можно за что привлечь, это только за то, что мы, ну, выходим на дорогу в неположенном месте. Хотя и даже и сейчас из-за этого, ну, очень трудно докопаться, потому что мы ставим специальное ограждение, знаки аварийной остановки, жилеты одеваем. Каких результатов добивались ваши единомышленники из других городов страны? Поддерживаете ли вы с ними связь, там, может, поделитесь опытом? К сожалению, с единомышленниками мы не держим связи, так как, в принципе, мы следим за ними каждый раз и принимаем опыт друг от друга. Они что-то взяли у нас, мы что-то взяли у них. На сегодняшний момент мы покрасили более трехсот ям и тем самым вошли в пятерку нашей страны. И это показатель, что нас видит не только местная власть, нас видит вся страна. Я вам расскажу эту историю про улицу Лавилова. Знаете, я проезжал вчера по улице Лавилова, там есть огромная яма, на ней мы писали выборное имени горхозяйства. Так вот, перед ней хотя бы поставили знаки, сорок километров. Скажите, пожалуйста, сколько в ваших рядах уже активистов и активно ли вообще красноярцы присоединяются к вашему движению? Сколько активистов мы не считаем, их что-то около 30 человек. Скажу одно, желающих очень много, так как нас объединяет одна проблема. Плохие дороги, ямы, колдомины на них, поэтому там активно присоединяются и еще больше людей нас поддерживают. Все-таки, может быть, водители слишком привередливы к красноярским дорогам? Слишком требовательны? Нет, на самом деле, по мнению экспертов, в Красноярском крае существуют проблемы с дорогами, однако есть места и похуже. По итогам опроса, в целом по России состояние дорог на отлично оценивает только 1% респондентов. 12% считают дороги хорошими, 41% ставят оценку удовлетворительно, а 46% называют дороги в своем регионе откровенно плохими. Кроме того, специалисты Межрегионального центра за безопасность российских дорог провели исследование. Оказалось, что хуже всего обстоят дела в Ленинградской области. За ней следует Кировская, а после на третьем месте ямочного рейтинга Красноярский край. Здесь эксперты оценивали протяженность дорог, количество ДТП, качество уборки снега и число машин, которые по этим дорогам проехали за 11 месяцев. Кстати, за звание главного города без ям и выбоин, по разным данным, спорят Москва, Кемерово, Белгород и Новосибирск. Хотя насчет последнего я бы поспорил. Я был в Новосибирске недавно, дорог от снега там не чистят и огромные колеи мешают движению. Я была в Новосибирске давно. Самое яркое воспоминание – это отвратительная дорога из аэропорта в город. Так было. Не знаю, как сейчас. Слава богу, у нас из Емельянова в центр города можно доехать более-менее комфортно. Ждем 2019 года. Будем надеяться, что к универсиаде у нас будут идеальные дороги в Красноярске. Это была программа «Вечер в Кубе». Включайте нас завтра в то же время. Наши коллеги Евгения Головина и Вячеслав Голубев поговорят о безработе. Кого уже уволили с началом кризиса, а какие профессии под ударом – узнаем завтра. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok